Добрый день! Сегодня ко мне пришла моя очередная посылочка. Здесь будет очень много разной фурнитуры и немножечко трикотажа. Ну и сейчас, как видите, мы ее вместе с вами открываем. Ну и первое, что я достаю, это нитки Дортак. Я взяла 4 шпульки белые и 4 шпульки черные. Как вы понимаете, это самые ходовые нитки. Далее идут большие бобины по 5000 метров намотка, белый цвет, такой бежевато-розовый и голубой. Это нитки, которые я использую в петлителе для оверлока и для распошивальной машинки. Толщина у них 50. Ну а теперь будет много-много резинки. У меня внезапно закончилась вся моя резинка и я решила пополнить свои запасы. Я заказала белые резинки шириной 3 см, 2,5 и 2 см. Точно такую же резинку я заказала и черную. Для меня это самые ходовые резинки и цвета, и ширины. В посылочку мне положили пробники разных материалов, чтобы я могла их потрогать, пощупать и какие мне нравится еще заказать. Мне понравилась вот эта ангора с люрексом. Также я заказала себе прокладочного материала. Белый дублерин и флизелин. Вот это дублерин. Его я взяла на трикотажной основе. А это флизелин. И черный. Точно так же. Вот это вот идет дублерин на трикотажной основе. Он, надо сказать, очень тонкий. Я вот даже не знаю, где я его смогу использовать. Я ожидала, что он будет поплотнее. И далее идет флизелин. Точно такой же, как и белый. Он нити прошивной. Ну, далее идет резинка для трусиков. Такая с фистончиками. Ее я взяла в трех оттенках. Белым, черным и розовым. Белая масочная резинка. Ее у меня сейчас уходит очень много. Черная шляпная резинка. И белая резинка шириной всего лишь 4 миллиметра. В принципе, все эти три вида резинки я использую при пошиве масок. Также я заказала киперные ленты. Белая, черная, темно-синяя. Также киперная лента, штрих-пунктир и триколор. А это силиконовая лента, которую я использую для укрепления трикотажных швов, например, плечевых. Еще я подзаказала латексную резинку, которую я использую для пошива купальников для своей дочки. Ну а эту бархатную ленту я взяла в качестве элемента декора. Еще не знаю, для чего я ее буду использовать. Она мне просто понравилась. С лицевой стороны она такая бархатная и, как видите, украшена серединка люрексом. Также в качестве декора я прикупила репсовую ленту, посмотрите, с логотипом Moschino. Он такой разноцветный, перламутровый, блестящий. Мне просто понравился и тоже пока еще не знаю, для чего буду использовать. Ну а далее идут небольшие отрезы ткани. Ой, тут в ткани я еще обнаружила кромку черную нити прошивную. Ее я использую в основном для укрепления краев кармана. Итак, первый отрез это кулирка 100% хлопок. Посмотрите, какие тут симпатичные стрекозы. Этот отрез я взяла себе на пижамку. Для меня кулирка 100% хлопок это самое то на футболочке и на домашние пижамки. Она хорошо дышит, также тянется, но правда плохо восстанавливает свою форму, но для пижамы это и не важно. Главное, что это натуральный материал и он тонкий. Также я взяла небольшой отрез голубой рибаны. Посмотрите, ее можно использовать как компаньон к моей пижаме, потому что здесь рисунок стрекозы, голубенькие, розовые и желтые. Поэтому в качестве компаньонов можно использовать рибану аж 3-4 цветов. Ну и последний отрез, это также кулирка 100% хлопок. Это черные звезды на икрю. Не белый материал, а именно икрю. Его я планирую пустить на футболке, как для себя, так и для своей дочки. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.